В этой стихии находятся миллиарды разнообразных молекул. Взаимосвязь между ними обусловлена сложными закономерностями. Природная вода при всем ее многообразии не бывает химически чистой. В ней растворены различные вещества. Все, что мы называем обычно водой, на самом деле водные растворы. При изучении проводимости водных растворов было обнаружено, что некоторые из них проводят электрический ток. Включим раствор в электрическую цепь. Раствор проводит ток. Вещества, которые в растворенном или расплавленном состоянии проводят электрический ток, называются электролитами. Какова же природа проводимости растворов электролитов? В конце 19 века были установлены закономерности, связывающие понижение температуры замерзания, повышение температуры кипения, астматическое давление растворов различных веществ с их концентрацией. Однако в растворах электролитов экспериментальные значения не совпадали с теоретическими. Можно было предположить, что в таких растворах число частиц увеличилось. Но за счет чего? Исследуя причины отклонений экспериментальных данных от теоретических, шведский ученый Сванте Арениус предложил теорию электролитической диссоциации. Согласно этой теории, электролиты обладают способностью при растворении, например, в воде, диссоциировать, то есть распадаться на заряженные частицы ионы. При этом число частиц в растворе увеличивается. В чем суть процесса распада молекул электролита на ионы? Раствор неэлектролита, например, сахара, не проводит электрический ток. В отличие от него раствор поваренной соли проводит ток. Как же происходит в этом случае диссоциация? Кристаллическая решетка хлорида натрия состоит из ионов натрия и хлорид ионов. Притяжение между ними обеспечивает устойчивость кристалла. Чтобы разрушить кристаллическую структуру соли и перевести ионы в раствор, необходимо затратить энергию, превышающую энергию кристаллической решетки. Вода, универсальный растворитель, активно участвует в процессе диссоциации. Асимметрия в распределении электрических зарядов в молекуле воды приводит к возникновению полярной химической связи, которая характеризуется дипольным моментом, равным 1,84 дебая, и определяет величину диэлектрической проницаемости. Вследствие большой диэлектрической проницаемости воды взаимное притяжение разноименных ионов кристалла в водной среде уменьшается. Молекулы воды взаимодействуют с ионами и образуют гидротированные ионы. Образование гидротированных катионов натрия и анионов хлора сопровождается выделением энергии, равной энергии гидротации, которая расходуется на разрушение кристаллической структуры соли. Рассмотрим другой пример. Получим хлористый водород действием серной кислоты на сухую поваренную соль. Растворим хлористый водород в воде. При взаимодействии хлористого водорода с водой образуется соляная кислота. Диссоциация молекул соляной кислоты происходит также за счет гидротации. Энергия гидротации в этом случае затрачивается на разрыв химической связи в молекуле. При этом соляная кислота существует в растворе только в виде положительно заряженных ионов гидроксония и отрицательно заряженных хлорид ионов. Раствор соляной кислоты проводит электрический ток. Итак, основной причиной диссоциации в обоих случаях является эффект гидротации. Взаимодействие полярных молекул воды с ионными кристаллами или полярными молекулами электролита приводит к образованию и существованию в растворе гидротированных ионов. Процесс распада электролита на ионы под действием полярных молекул воды называется электролитической диссоциацией. Этот процесс обратим. В распаде молекул электролита в растворе на ионы можно судить по степени диссоциации. Степенью диссоциации называется отношение числа молекул распавшихся на ионы к общему числу растворенных молекул. Различают сильные и слабые электролиты. Растворы слабых электролитов состоят из ионов и нейтральных молекул. В качестве примера рассмотрим раствор уксусной кислоты. При разбавлении раствора электропроводность увеличивается за счет усиления процесса диссоциации. При описании свойств растворов слабых электролитов применим закон действующих масс. При установившемся равновесии отношение произведения концентрации ионов в растворе В концентрации недиссоциированных молекул величина постоянная. Это соотношение называется константой диссоциации. Она характеризует способность электролита диссоциировать на ионы. Константа диссоциации не зависит от концентрации раствора. Она зависит от природы электролита, температуры. Поваренная соль в растворе диссоциирует полностью. И в этом случае соляная кислота нацело распадается на ионы. Электролиты, растворы которых состоят только из гидротированных или сольватированных ионов, называют сильными. Наличие в растворе только ионов предопределяет более высокие значения электропроводности по сравнению с растворами слабых электролитов. Добавим в раствор поваренную соль. По мере концентрирования растворов сильных электролитов наблюдается уменьшение электропроводности. Создается впечатление, что в растворе содержится меньше ионов. В чем же дело? В разбавленных растворах ионы перемещаются свободно. Можно представить это и так. С повышением концентрации раствора проявляется влияние ионной атмосферы. Вследствие межионного электростатического взаимодействия ионы не полностью свободны, что и затрудняет их движение. Для учета сил межионного взаимодействия необходимо оперировать не концентрацией, а активностью. Такая замена делает уравнения справедливыми для всех электролитов любых концентраций. Наиболее часто мы сталкиваемся с электролитами, водными растворами кислот, солей и оснований. Каковы особенности их диссоциации? Кислоты, электролиты, диссоциирующие в водных растворах с образованием ионов гидроксония. Растворимые в воде основания диссоциируют с образованием гидроксид ионов. Соли, электролиты, которые содержат в водных растворах катионы металлов или сложных групп. И анионы кислотных остатков. Вода наиболее распространенный растворитель. Полярные молекулы воды образуют между собой водородные связи и ассоциируются в сложные тетраэдрические структуры наподобие льда. Вода слабый электролит и также диссоциирует на ионы. Этот процесс обратим. В следствии прочности связи кислорода с водородом в молекуле H2O степень ионизации молекул воды незначительна. В чистой воде один ион гидроксония и один гидроксид ион приходится на 554 миллиона нейтральных молекул. Концентрация гидроксид ионов и ионов гидроксония в чистой воде одинакова. Такая среда нейтральна. pH равно 7. В кислой среде ионов гидроксония во много раз больше, чем гидроксид ионов. pH меньше 7. В щелочной среде соотношение обратное и pH больше 7. Характер среды можно определить не только с помощью pH-метров, но и используя различные индикаторы. Перестройка структуры молекул индикатора в соответствующей среде влечет за собой изменение окраски в определенном узком интервале концентрации ионов водорода. Метилоранж изменяет желтую окраску на красную в интервале pH 3.5. Молекулы фенолфталиина изменяют свою окраску на малиновую в щелочной среде в интервале pH 8-10. Во многих процессах, протекающих в растворах, очень важны контроль и регулирование значения pH. Будь то в биохимии, в химической технологии, в текстильном производстве и в других процессах. Одним из важных проявлений свойств ионов в водных растворах электролитов являются гидроли солей, обменные взаимодействия соли с водой. Раствор соли, образованный сильной кислотой и сильным основанием, например, хлорид натрия, не гидролизуется. Здесь единственное малодиссоциированное соединение вода. Поляризующее влияние ионов на молекулы воды невелико. Растворы таких солей нейтральны. Раствор соли, образованный сильным основанием и слабой кислотой, например, уксусно-кислый натрий, гидролизуется по аниону соли. В результате поляризующего взаимодействия аниона и воды протон отрывается от молекулы воды и присоединяется к аниону. Водородная связь превращается в ковалентную. образуется избыток гидроксид ионов. Раствор имеет щелочную реакцию. Раствор соли, образованный слабым основанием и сильной кислотой, например, хлорид аммония, гидролизуется по катиону. В результате значительного поляризующего действия катиона возрастает концентрация ионов гидроксония. Раствор имеет кислую реакцию. Обычно соль в растворе гидролизуется не полностью. Количественно процесс характеризуется степенью гидролиза. Степень гидролиза зависит от природы соли, концентрации, температуры. Знание особенностей растворов электролитов и происходящих в них процессов помогает разобраться в широком круге многообразных явлений в различных областях науки и техники. Гидролиза 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 гидро- гидролиза гидролиза